Я 20 лет отработал в правоохранительных органах. Не стоит ли бояться статуса самозанятого? Куда вы дели полмиллиона? Ну, полмиллиона я делал как раз в сотрудников. Вы совмещаете сразу две деятельности, и продюсер, и эксперт. Тут, мне кажется, они мертвому смогут вложить в голову то, как нужно встать и провести этот вебинар. По акселератору однозначно да. Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Федор Спиридонов. Меня зовут Илья Терновой. И нас сегодня ожидает очень серьезный конструктивный разговор. Сегодня у нас в гостях Алексей Передиреев. Не только продюсер, но и эксперт в ниши консалтинга. Впервые за историю нашего шоу гость мужественно приехал с двумя сломанными ребрами, поскольку он получил травму вчера на тренировке. Но все-таки он захотел поделиться с нами полезными инсайтами и очень ценными утверждениями, которые мы здесь слышим тоже впервые. Смотрите этот выпуск до конца, потому что Алексей сделает приятнейший бонус для слушателей его курсов по консалтингу, для людей, у которых уже есть свой бизнес, или для тех, кто только хочет вступить на эту дорогу предпринимательства. Ребята, выпуск действительно насыщенный и полезной информацией, поэтому смотрите. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно. Насколько мы понимаем, вы совмещаете сразу две деятельности, и продюсер, и эксперт в одном лице. Ну, да, это, во-первых, скажем так, мне интересно самому, не из-за того, что я такой, скажем, многофункциональный, а из-за того, что мне это просто интересно. Я решил посмотреть, каково быть и в шкуре продюсеры, поработав с экспертами, ну и, кроме того, обладая какими-то специальными знаниями, я направляю, скажем, деятельность своей ниши тех экспертов, которых я приглашаю. Тоже хотите открыть свою онлайн-школу, чтобы продавать свои знания или своего эксперта? Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс «Как продюсировать себя или своего эксперта». Вы получите пошаговый план, как открыть онлайн-школу с нуля и как упаковать и продать знания своего эксперта. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Какая у вас ниша? Это бизнес-консалтинг, он связан с налогообложением, с финансами. То есть, вспомогательная деятельность бизнеса и, в том числе, как я уже рассказывал, когда мы беседовали перед интервью, у нас есть много мотиваторов, в том числе тех, кто не совсем был понят у нас. Я сейчас про это шоу Тони Робинсона, где он там махал руками и призывал всех заниматься бизнесом, быть успешным. Я считаю, что это положительный момент у нас на рынке. Многие все это слушают, смотрят и занимаются бизнесом, в том числе благодаря во многом акселератору. Но начав заниматься бизнесом, возникает много практических вопросов. От бухгалтерии налогообложения до взаимодействия с проверяющими органами. Вот одним из направлений, скажем, своего бизнеса, который связан с акселератором, мы как раз выбрали такое онлайн-образование предпринимателями в этой сфере. То есть, лайфхаки для бизнеса. Правильно я понимаю, что у вас есть офлайн-бизнес в сфере консалтинга. А сколько стаж какой у вас, как бизнесмена, как предпринимателя? Я расскажу про себя немножко. Я даже не совсем типичный, скажем так, ученик в акселераторе, не совсем типичный клиент. Я 20 лет отработал в правоохранительных органах, ушел на пенсию и, соответственно, начал заниматься консалтингом моей деятельности. У меня консультируют крупные сетевые компании касаемо безопасности. После этого я открыл свой бизнес, начал привлекать экспертов и консультировал по налогообложению, по взаимоотношениям с правоохранительными органами. И в один прекрасный момент начал читать лекции для адвокатских образований. Они касались проверок бизнеса. Но у адвокатских образований был очень интересный подход, который был не совсем понятен. Они мне говорили, Алексей, не надо говорить всего, не надо рассказывать обо всем. Ты сделай так, чтобы... Сделай козу бизнесменам. Бизнесменам нужно ему рассказать, как тяжело в СИЗО, как тяжело общаться с правоохранительными органами, а дальше наша задача заключить с ними договор. Но мне не совсем это понравилось. Я решил как бы уже сам непосредственно двигаться и какие-то знания нести в эту предпринимательскую среду. В том числе я смотрю на молодых предпринимателей, которые выбегают из бизнес-молодости все одухотворенно и решают заняться бизнесом. Но сталкиваются с реальностью. Многие отскакивают и бросают бизнес. Многие не понимают, куда обратиться. Обращаются к юристам, к адвокатам, где становится до и наказой, из которых тянут деньги, и в итоге заканчивают все это плачево. Мы решили давать такие лайфхаки. Кроме того, с учетом того, что мы резидент-акселератор, это придает нам более высокий статус. Ну и, соответственно, таким образом мы несем какую-то пользу. Вы сейчас на стадии обучения еще находитесь? Да, сейчас я еще учусь. Здесь надо отдельно рассказать про обучение. Конечно, хочу сказать, что акселератор – это то сообщество, назовем так, это именно сообщество людей, которое совершенно развернуло мое понимание о мире. И в частности об IT-бизнесе, об бизнесе в онлайн. Это те люди, которые показали, что интернет и возможности интернета, возможности технологий, они безграничны. И та аудитория, с которой можно работать, она также безгранична. То есть это не только, скажем, российские рынки. Это наглядно можно увидеть и по резидентам акселератора. Это зарубежные рынки, на которые активно сейчас продвигаются. И является примером, в том числе и для нас, резидентов акселератора. Поэтому акселератор вложил те знания, которые необходимы для того, чтобы зайти в этот перспективнейший онлайн-бизнес, для того, чтобы показать именно ту модель, в которой необходимо функционировать. Как давно школа существует? С октября прошлого года. Мы проводим периодически и онлайн, и оффлайн мероприятия. Готовим свой курс большой. И, соответственно, пользуемся теми лайфхаками, которые нам подсказывает акселератор. А стоимость пакетов у вас есть какая-то? Есть и демократичные пакеты от 5000 рублей. Есть, соответственно, и дорогие, где ментор и наставник они доходят до 100 тысяч рублей. Соответственно, там уже людей берут за руку и ведут. Соответственно, с ними работают не только, скажем, юристы, с ними работают и бывшие налоговики, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, если это необходимо, консультируют их. Это полное сопровождение. Полное сопровождение. Но это именно не то, что юридическое сопровождение некое. Человек приходит с какими-то проблемами и говорит, ребята, вот у меня существует проблема. Актуальная для всех проблема, допустим, обналички и проблема, как это легально и законно можно сделать. Соответственно, ему рассказывают, какие риски могут быть, как нужно правильно обращаться с теми налогами, какую систему налогообложения выбрать, как нужно правильно взаимодействовать с налоговыми органами. То есть, по большому счету, это оказание услуг не только уже для существующих предпринимателей, но и для тех людей, которые не знают, с чего начать. Приходят с идеей ниши, например, говорят, хочу заниматься чем-то. Хочу заняться чем-то, но кем лучше стать? Самозанятым. Сейчас у нас новый режим самозанятых, и никто не понимает, что это такое. Наша школа дает лайфхаки и дает конкретные инструменты в руки тем, кто уже занимается бизнесом или только хочет начать заниматься. Если вас интересуют онлайн-школы, но много сомнений или вопросов, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом. Он расскажет о тех шагах, которые нужно совершить, чтобы у вас появилась онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Хочется вот для наших зрителей такой небольшой лайфхак прямо сейчас. Не стоит ли бояться статуса самозанятой? Ну, это я понимаю, о чем идет речь. Я скажу так, что сейчас политика государства такова, что у нас будет не только контроль за доходами, но и контроль за расходной частью. То, что ПО сейчас работает, может быть, не очень хорошо. Налоговые органы ФНС вкладывают огромные деньги в развитие ПО. Поэтому это у нас сейчас, я считаю, после, наверное, Сбербанка ведущая IT-компания. Вы планируете остановиться только на данной нише или еще что-то пытаетесь придумать на перспективу? Буквально читаете мои мысли. Скажем, акселератор вдохновил и вдохнул какие-то новые идеи. Да, у меня есть еще идея поработать над некой нишей. Это уже будет касаться непосредственно, скажем, моего увлечения. Сейчас не буду останавливаться на том, что это будет, но это никак не будет связано с юридическим бизнесом. На данный момент в нише консалтинга сколько потоков уже с октября месяца у вас запустилось? Два потока. Два потока. А сколько человек было на обучении в этих двух потоках? Первый зашло у нас 15 человек, и второй поток, вот сейчас он уже подходит к концу, 30 человек. Все эти люди, это теплая аудитория с вашего уже оффлайн бизнеса, или это холодная аудитория? Это холодная аудитория. Ну, если можно назвать ее холодной, потому что, опять же, все тот же акселератор дает, скажем, какие-то новые идеи. Эта аудитория идет с пабликов. Мы постоянно экспериментировали с теми площадками, на которых даем свой контент, потому что контент действительно полезный. Наш контент, он выкладывается и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграме, что удивительно, да, многие считают, что это совершенно не бизнес, не бизнес паблик, не бизнес сообщество в Инстаграме. Но они сейчас уже затачиваются под бизнес. Это вполне рабочая, вполне деловая аудитория, то есть то, что нужно, скажем, для бизнеса, там эта аудитория есть. Вот. И контент мы даем везде разный, то есть если ВКонтакте, это в основном бухгалтера, это наемные сотрудники, в Фейсбук это собственники, Инстаграм это люди, которые занимаются, скажем, как вы сказали уже, самозанятые, которые получают пассивный доход. Вот. И, соответственно, создав вот эти вот паблики, мы из них получаем уже подогретую аудиторию, но, естественно, туда она заходит не из оффлайна, скажем так, те оффлайн клиенты, с которым мы работали, они, естественно, остались. Но, как я уже сказал, интернет это огромное море, которое позволяет нам получать новых клиентов. Как вы контролируете корректность информации, кто пишет, где нашли копирайтера, то есть каким образом вообще контролируется этот процесс? Знаете, я скажу так, касаемо копирайтеров, я думаю, что не только для меня, но и для всех юридических консалтинговых компаний, для всех адвокатских сообществ это боль. Потому что правильно писать на юридические, финансовые, налоговые темы могут немногие. Крупные компании, естественно, берут в себе внутрь, в штат берут себе копирайтеров, каких-то пиар-менеджеров. Маленькие адвокатские и консалтинговые компании это делать не могут. В данном случае контент готовлю я, контент по отраслям готовят те эксперты, которых я привлекаю. То есть по головному праву у нас это бывшие прокурорские работники готовят, по налогам это бывшие сотрудники налоговых органов. То есть это компетентные люди, которые дают, скажем, какую-то сухую информацию, но из нее мы вытаскиваем то, что полезно нашим слушателям и тем, кто учится на наших курсах. И, соответственно, выкладываем их уже в постах. Все контролируете, оживляете, скажем так, этот материал? Оживляем, потому что нельзя давать, скажем, сухой, перегруженный терминами. Да, есть ли еще какие-то у вас механизмы для привлечения, помимо просто, скажем так, выдавания информации, какие-то истории с вовлечением а-ля конкурсы, либо голосования для того, чтобы аудитория давала обратную связь, может быть, опросы какие-то вы проводите? Регулярно, естественно, проводим опросы, регулярно спрашиваем, какая проблема больше всего беспокоит. Особенно активную в этом плане почему-то инстаграм, не знаю, публика в фейсбуке, она более консервативная. Но, скажем, какие-то веселые конкурсы с призами, я думаю, что это, ну, наверное, не в тему. Да, это не в тему, то есть мы должны тоже все равно понимать, что вы используете, потому что кто-то вообще там пишет в какие-то сторонние паблики, кто-то делает опросы, и понятное дело, что в инстаграме это более развлекательная история, это приложение, которое постоянно обновляется какими-то нововведениями, исходя там опрос, вопрос, голосовалки и прочее-прочее. Поэтому нам, наверное, аудитория, она вскорблена самой социальной сетью. У нас достаточно такой оригинальный инстаграм, называется он «Проверкам нет», кому интересно, заходите мне. «Проверкам нет»? «Проверкам нет». «Проверкам нет», друзья, вот здесь вот появится сейчас у нас ссылочка, вот она, вот, все, так что переходите. Да, достаточно любопытно, оригинально сделанное, и, соответственно, у нас есть консультанты, которые, СММшки, которые нам сказали так, что сухой официальный подход, как это делает крупная консультированная компания, он здесь не сработает, и, скажем, бизнесовая молодежная аудитория, она уже не реагирует на какие-то такие сухие вещи среди, упаковок, терминологии, вот, и, соответственно, стараемся давать не только полезные, но и веселые, интересные контенты. Ну, потому что смотришь на, когда там сухой текст, наверное, просто пролистывается, и все. Ну, кто понимает, да, я был на одной из конференций, когда сидит глава юридического отдела in-house, и задает вопрос, выступает бывший судья арбитражного суда, он говорит, «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Это профессионал, он меня спрашивает, да, у которого у самого в подчинении сотрудники, что говорить о бизнесменах, которые только приходят и вываливаются кучи информации. То же самое и консультации с адвокатом, с налоговым консультантом, когда человек просто не понимает, о чем идет речь. Поэтому, когда человек заходит к нам, мы, прежде всего, объясняем, мы позволяем делать что? Мы позволяем ему самому становиться генподрядчиком и приглашать на разные стадии, скажем, бизнес-процессов. Ну, представим, к вам пришла выездная налоговая проверка. Соответственно, здесь вам адвокат пока еще не нужен, по большому счету. Потому что адвокат по уголовным делам, он будет просто сидеть на допросах и объяснениях. Здесь нужен именно налоговик, который проконсультирует по всем стадиям, как идет выездная проверка, каким образом подается апелляционная жалоба, какие сроки, этапы этого выездной проверки. Поэтому здесь мы позволяем понять, даем те инструменты, которые могут быть полезны именно самому предпринимателю, чтобы он сам решал, да, на этой стадии мне нужен консультант, здесь я понимаю и справлюсь сам. То есть, позволяем, скажем так, экономить деньги. Экономить деньги и, скажем, понимать, какие риски существуют у бизнеса на всей внешней части. Вопрос финансовый. Какой пакет ты купил в «Акселераторе» обучения? Значит, долго я собирался, долго ходил кругами. Стоит ли самому искать на каких-то ресурсах возможность создать онлайн-школу? Кстати говоря, сейчас уже многие выпускники резидента «Акселератора» предлагают под ключ собрать онлайн-школу, либо стоит идти учиться в «Акселераторе». Однозначно хочу сказать, что стоит идти учиться. Я взял для себя плацкарт. Не знаю, может быть, сейчас уже как бы жалею об этом, потому что другие пакеты позволяют больше общаться. Среди резидентов. Да, но я как бы это взял в связи с тем, что крайне сжатое время, свободное. И очень мало возможностей для того, чтобы как-то участвовать, скажем так, в оффлайн-мероприятиях каких-то. Но хочу сказать, что и плацкарты достаточно комфортнее для того, чтобы понять саму структуру. Еще раз говорю, «Акселератор» дает полезные блоки, он их вкладывает вам в голову. Невозможно не понять. Многие боятся какой-то технической части, технических проблем. И говорят, что как же я разберусь с техникой, со всеми этими вебинарными платформами, со всеми этими рассылочными системами. Не проблема. Существуют отдельные уроки, где тебе рассказывают про все вебинарные платформы. Существуют подробные инструкции, как работать с рассылочными программами. Потому что там про то, как делать вебинар, я не знаю. Сейчас как раз я нахожусь на этой стадии. Но тут, мне кажется, они и мертвому смогут вложить в голову то, как нужно в стадии провести этот вебинар. То есть, однозначно, если вы решили идти по пути создания онлайн-школы, не стоит отдавать это подрядчикам, стоит вникать самому. Может быть, поэтому, говоря о том, выступать ли вы экспертом или продюсером, нужно становиться самым продюсером однозначно. Поскольку экспертов очень много. А таких людей, которые обладают знаниями, которые дают акселерат, их на сегодняшний этап единицы. Поэтому однозначно берите любые пакеты в зависимости от, скажем, вашего финансового положения. Я взял плоскарты, не жилю. Алексей, скажи, пожалуйста, два потока у тебя прошло. Но, если не секрет, какая прибыль была за эти два потока? Прибыль неплохая. Не хотелось бы раскрывать. Не, пожалуйста, увеличивайся. Помятую интервью Теселевого Дудя. Но скажу так, что это не оффлайн-бизнес. Конечно, еще раз повторяю, что вам понадобятся и, возможно, какие-то люди, которые будут вести педалогию, какие-то люди, которые будут заниматься смм-вещами, техническими вещами. Но затрат составляет 40% в целом. Вот 60% прибыль. В каком бизнесе еще вы можете получать такие деньги, скажите? Ну ладно, так уж, если нашим зрителям интересно, это 5-0 или 6-0? Нет, конечно, не 5 и не 6. Это пока еще 3-0. Родноходы небольшие, естественно. Но, опять же, я еще раз говорю, мы гонимся не за тем, чтобы просто бездумно привлекать аудиторию и вбухивать им какие-то знания. Мы боремся за то, чтобы была польза от того, что люди пришли, прослушали, получили какие-то знания, порекомендовали кому-то еще прийти. Поэтому все заходим на наши ресурсы, проверкам нет. Мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте. Смотрим, если вам это интересно, учимся. Все правильно, кстати, хорошая тактика. Да и стратегия на долгое будущее, светлое. Скажите, вот вы прибегаете к услугам сторонних исполнителей, СММ. Это фрилансеры в основном или это какие-то агентства? И чем обусловлен ваш выбор? Это агентство, есть фрилансеры. Ну а какие-то вещи я научился делать. Выкосновательные. Ну и еще раз повторяю, мне это интересно. Я вовсе и так окунулся благодаря мотивации ребят, которые очень хорошо читают. Благодаря тем экспертам, которые в акселераторе ведут какие-то, скажем, специализированные рубрики. Все понятно, не разобраться в этом невозможно. Поэтому мне это интересно, я вовсе вникаю. И еще раз повторяю, что получив, скажем, знание продюсера, глобальное знание продюсера, вполне возможно и самому двигать. Быть продюсером множества таких онлайн-школ, как, скажем, как владельца, да, и, скажем так, о работе по договору. Такой немножечко отвлеченный вопрос. Что характеризует успешного предпринимателя, на ваш взгляд? Слышал много ответов на этот вопрос по поводу того, что такой успешный предприниматель. Ну, как мне кажется, прежде всего это человек, который думает. Это человек, который думает и человек, который, сейчас это важно уже, думает не только о том, как получить деньги, но как это сделать правильно с точки зрения закона, как заплатить все налоги, как вывести свой бизнес именно в такую легальную составляющую. Думающие и корректно действующие, да? А здесь мы, да, здесь мы и подсказываем, как правильно двигаться. Опять же, наш ресурс проверка метод, вы то заходите, смотрите, и вот тот, кто читает проверка метод, он является правильным предпринимателем. Где и откуда черпать источник мотивации в дальнейшем при построении бизнеса? Не говоря про себя, для меня это спорт. Вот я, вот уже общались, да, к сожалению, пришел со сломанными ребрами. Ну, для меня это хоккей. Вот, а где еще черпать? Ну, прежде всего, это книги. И, к сожалению, скажем так, для молодых предпринимателей читать сейчас уже не модно, видим. Прежде всего, нужно иметь внутренний стержень к тому, что ты делаешь. А самое главное, мотивация, это интерес. Если тебе это интересно, ты это делаешь. Ну, и, конечно, спорт, обязательно занимайтесь спортом. И вот еще ты сказал, что у молодых предпринимателей там нет желания читать книги, да, им там неинтересно, может быть. Может быть, посоветуешь какие-то свои там две-три книги, может быть, одну какую-то книгу, которая вот прям заставляет задуматься там. Посовету одну книгу, я его прочелся недавно, писал у Тинькофф, очень интересная книга, и очень, я думаю, резидентом акселератора она понравится. Будет полезно. Нас смотрят люди, и они там не понимают, сколько им денег нужно для того, чтобы там разобраться, понять. Плюс еще же нужно потратиться на старт школы, помимо обучения. Вот сколько ты денег потратил на запуск? В моем случае это было где-то, наверное, порядка полумиллиона. Это первый запуск был. Но пусть эта цифра не пугает никого, есть ниши, в которых можно там и 30-50 тысяч вложить. Ну вот я сейчас удивился, потому что мы до этого общались тоже с резидентом акселератора, и полумиллион, по-моему, не было, да? Первый раз. Первый раз, во-первых, призыв к тому, чтобы становиться продюсером, потому что это более перспективный уход. Ниже эксперт. И четко сформулировано, почему это так. Ну и, конечно, полумиллиона. Первые цифры на вложение. Я сейчас скажу такую вещь, немножко остановлюсь по поводу продюсера. Даже если вы эксперт в чем-то, допустим, в кулинарии, и слабо себя представляете продюсером, акселератор однозначно даст вам возможность стать им. То есть он, независимо от ваших организационных возможностей, позволит вам технически обладать теми знаниями, благодаря которым вы будете стоять над теми экспертами, которых вы можете привлекать. А то, что вы уже эксперт, это даст вам возможность лучше разбираться в той нише, которую вы запускаете. И опять же, запустив одну нишу, пройдя ее от и до, вы будете иметь возможность запустить нишу, в которой вы не являетесь эксперт, но вы уже пройдя нишу, где вы были экспертом, поняв, как она функционирует, можете привлекать эксперта в других нишах. Вот это к нашему первому вопросу о том, хотите ли вы сделать школу в другой нише. Да, хочу. Мне этот процесс очень сильно заинтересовал. Я вижу, что тут высокая рентабельность, тут есть, это не склады, не аренда, не сотрудники, которые стоят в очереди 20-го числа, там, да, из-за аванса. Конечно, сотрудники будут, да, если вы хотите масштабировать бизнес, да, ну, куда вы дели полмиллиона, но полмиллиона, я делал как раз в сотрудников. Какие-то, может быть, еще есть полезности, которые вы заполучили во время обучения в акселераторе, там, не знаю, может быть, что-то новое для себя открыть, там, кармический менеджмент или что-то еще? Необходимо сказать огромное спасибо создателям акселератора. Помимо того, что они технически открывают вам глаза тем, кто приходит учиться, они, конечно же, ну, вселяют, во-первых, уверенность в себе, вселяют уверенность в том, что я когда, просто нужно понимать, да, я слабо себе понимал, что такое, что такое сфера IT вообще, когда ты начинаешь только в это входить, они вселяют в тебя, скажем так, оптимизм, и говорят, ты сможешь, у тебя все получится, вот он, кармический менеджмент, да, это называется, вот он, кармический менеджмент. Ну, и кроме того, скажем так, люди, являясь, скажем так, продюсерами, сами являясь продюсерами, в то же время великолепные эксперты, великолепно понимают настроение людей, которые только заходят и чувствуют какую-то неуверенность. Поэтому я еще раз говорю, по акселератору однозначно, да. У нас это точно, это уже добрая традиция, раздавать скидки. Это приятные презенты для наших зрителей. Сколько процентов могли бы дать для зрителей, которые вот хотят пройти у вас обучение? Мы даже выходим за рамки обучения, мы готовы дать скидки на все, всем, кто нас смотрит сейчас, мы готовы дать скидки не только на обучение, эта скидка будет вставлять 30% на обучение по нашей программе, но и 20% на все наши вебинары, и 10% на те семинары, которые мы проводим. Соответственно, когда вы называете, как правильно сказать, промо-код, промо-код, который сейчас нужно придумать акселератор, акселератор, заходя к нам, люди получают такие скидки. Друзья, роскошно. В течение какого времени? После выхода видео. Ну, давайте месяц поставим. Месяц после выхода видео вы получаете 30, 20 и 10% по разным направлениям, которые предоставляет бизнес. 30% обучения, 20% вебинары, онлайн-вебинары, и 10% те семинары, которые мы проводим в Москве. Роскошно. По промо-коду Акселератор. Слушай, ну, такой человек с характером сразу видно, что волевой, видно, что у него все четко, выверено, отлажено, и что он, скажем так, целеустремленный. Вот, на самом деле, когда он сказал, что нужно самому во всем разбираться, и по поводу того, что эксперт может стать сам себе и продюсером, возможно, это так, обладая характером, как у него. У него с тайм-менеджментом все в порядке. Он может сам себя контролировать, он может сам себя заставлять, мотивировать, и, собственно говоря, он полностью действует. Но, тем не менее, мысль, вполне себе имеющая право на существование, не только потому, что он такой себе может позволиться, а, в принципе, ты немножечко, если перестроившись, взяв себя в руки, если ты действительно чего-то хочешь, ты сможешь действительно работать с продюсером. То есть, ну, это более широкий спектр возможностей. Как эксперт, ты можешь двигаться только там по одной линии. Так что здесь вполне себе уместное утверждение. На самом деле, его ниша – это выход для многих предпринимателей. Я думаю, что даже нам будет интересно пообщаться, поработать. Все его рассуждения были убедительными и справедливыми. Так могу точно сказать. Вот. Ну, и тоже, видишь, какая модель? Это впервые, по крайней мере, за нашу историю интервьюирования резидентов, первый человек, который 500 тысяч ложил на старте, да? То есть, это осознанный тоже подход такой. Для того, чтобы ты стремительно развивался, чтобы у тебя был качественный продукт, не нужно все взваливать на свои хрупкие плечи. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому ролику и комментируйте, что бы вы хотели еще узнать. А мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Друзья, надеюсь, вам было полезно, интересно. И вы сейчас смотивированы на то, чтобы делать свой бизнес незамедлительно. Алексей, спасибо. Спасибо вам огромное. Да. Спасибо. Спасибо.